Холодным январским вечером 2019 года жителю города Гриффит, штат Индиана, Бобу Холтеру внезапно захотелось отправиться в магазин, находящийся за две мили от его дома. При этом Боб редко ходит пешком, а все больше на машине, но в тот вечер он решил, что пора ему немного размяться. Когда Холтер пересек местный мост, он вдруг услышал внизу какой-то непонятный шум. Когда Боб прислушался, стало ясно, что это что-то вроде поскуливания или плача. Это звучало очень грустно, и я забеспокоился и начал ходить и высматривать, что там такое. Я смотрел на воду, но не видел ничего, что могло издавать этот звук, но плач продолжался. Тогда Боб решился полезть под мост в темноту и мутную воду. С собой у него был маленький фонарик. Когда я спустился и включил фонарик, я наконец увидел его. Это был крошечный дрожащий щенок, у которого, я не мог в это поверить, мордочка была туго перетянута черным скотчем. Боб схватил щенка на руки и пошел искать ветклинику, надеясь, что вечером они еще будут открыты. Вскоре Боб добрался до клиники Griffith Animal Hospital, где его приняли. «Я как раз стояла в вестибюле, когда вошел мужчина с этим бедным щенком на руках. Я тут же взяла его и побежала к нашим врачам», – рассказывает менеджер клиники Лори Ковачич. Убедившись, что щенок в надежных руках, Боб отправился туда, куда следовал, в магазин, а щенком занялись ветеринары. Осмотрев его, они поняли, что он очень худой, а лента скотча так сильно сдавила его мордочку, что от нее остались красные следы на коже. По мнению врачей, щенок в таком состоянии пробыл не менее нескольких дней. Если бы не Боб с его случайной прогулкой, он бы наверняка вскоре пропал. На вид щенку было около четырех месяцев. В раны на его мордочке втерли антибактериальную мазь, а также сделали несколько уколов. После этого щенка положили поправляться в клетку с кроватью и одеялами. Сообщение с фотографиями щенка привлекло многих пользователей, в том числе супругов Мэри и Дуга Уитинг. Ранее у них была собака, с которой они регулярно ходили в эту ветклинику, но потом пса не стало от старости, и теперь Уитинги решили подарить свою любовь этому щенку. «Я подумал, что он такой милый, и это как раз то, что нам нужно. Мы можем подарить ему 24 часа нашей любви и заботы семь дней в неделю», – говорит Дуг Уитинг. Когда щенок поправился, Уитинги забрали его к себе и назвали Луи. А когда спасатель щенка Боб Халтер узнал об этом, он очень обрадовался и пришел проведать Луи, и он был потрясен тем, что щенок узнал его. «Я был поражен этим, не думал, что он вспомнит меня. Они усадили его, но он сразу же побежал ко мне», – рассказывает Боб. Боб говорит, что он очень рад, что теперь у Луи большой красивый дом и хорошие хозяева. Он также уверен, что нечто свыше буквально направило его в тот вечер к мосту, чтобы он спас эту маленькую жизнь. «Это заставляет меня думать, что у Бога есть цель для каждого из нас. Я и дальше собираюсь чаще ходить пешком, правда надеюсь, что там больше не будет попавших в беду собак». Шутит Боб.